Здорово, друзья! Меня зовут Володя. И мне часто задают один и тот же вопрос. Иногда бывает на улице, иногда друзья, иногда фейковые страницы пишут мне ВКонтакте. И даже недавно звонил помощник президента. Все хотят узнать, как начать писать книгу. И поскольку я уже начал свою писать, я поделюсь своим опытом. Вот таким малюсеньким, маленьким опытом, который у меня есть. Итак, для начала вы должны понять, по какой причине вы не пишете. То есть у вас есть желание, но вы почему-то не начали. Нужно подумать, почему. Приведу пример. Например, есть какая-то объективная причина. То есть у вас есть желание, тема. Вы знаете, о чем хотите написать. Но у вас нет времени и сил. Допустим, вы преуспевающий бизнесмен. Хотя навряд ли меня такие люди будут смотреть, но тем не менее. Представим, что вы преуспевающий бизнесмен. У вас очень плотный график. И вы постоянно думаете о том, как развивать свой супер-успешный бизнес. И просто у вас нет ни одной свободной минуты для того, чтобы сесть и написать книгу. В таком случае вам надо что-то менять. Я предлагаю вам продать свой бизнес, купить какую-нибудь халупу далеко-далеко в Сибири, в деревне. И начать писать книгу на бересте кровью. И тогда у вас все получится. У вас появится сразу же много-много времени. А на деньги, вырученные от продажи бизнеса, вы сумеете купить много банок с килькой в томате. И много зерна. И питаться много лет. Этого вам хватит, чтобы написать книгу этого времени. Или, например, допустим, вы отец семейства, у вас много детей, штук пять. Вы постоянно работаете и так далее. У вас просто нет времени и сил. Ну тогда, наверное, нужно смириться с этим и ждать, пока дети все вырастут лет 20. И после этого уже начинать книгу. Возможно, через 20 лет она будет еще лучше, чем в том виде, в котором вы ее запланировали сейчас. Или, допустим, другая проблема. У вас есть время и есть силы. Но вы столкнулись с такой фигней, которая называется страх белого листа. Это когда вы открываете файл Word или кладете перед собой красивый такой лист А4, смотрите на него и не знаете, с чего же начать, о чем мне писать. То есть у вас есть желание, но, по всей видимости, нет темы. Вы хотите написать книгу, но это очень абстрактное желание. Вы не знаете ни в каком жанре, будет ли это детектив, любовный роман, фэнтези, или, может быть, философский трактат, или учебник по анатомии. У вас просто есть желание написать. И тогда вам нужно просто определиться, что же писать. А потом определиться, с чего писать. Вообще-то, на самом деле, как начать писать и с чего начинать писать, это две разные темы. Но здесь я вам скажу, что начинать можно абсолютно с чего угодно. Это не имеет никакого значения. То есть вы можете, например, начать с самой яркой сцены вашего потрясающего фантастического боевика. Или можете начать с оглавления, начать с начала, начать с конца, с середины, откуда угодно. Вы можете начать писать, а потом, написав, допустим, 1500 страниц, понять, что то начало, которое вы начали, лишнее, и просто его выкинуть. Это один из способов решения проблемы. Следующий способ – это вот если у вас проблема белого листа. По крайней мере, несколько моих друзей и знакомых говорили именно об этой проблеме, что они садятся, испытывают некий психологический страх, не зная, с чего начать. Итак, второй способ решения этой проблемы заключается в том, чтобы подумать, подумать для себя вот так вот, что вы пишете черновик, который никому не покажете потом. Пишите только для себя любимого. Возможно, вы просто боитесь критики, что вас обосрут. Незаслуженно к тому же. Вы все свои самые светлые мысли, всё то, что у вас на сердце, выложите на листе бумаги, а вас потом будут чмырить. Скорее всего, так и будет, кстати. Да, потому что, что бы вы ни написали, у вас кто-нибудь обязательно будет чмырить. И вы подумаете, я не буду это никому показывать, я пишу только для самого себя. И вам станет легче, вы напишите, допустим, книжку, отредактируете её после этого, раз, это, 500, отложите на годик, а потом через годик где-нибудь найдёте, посмотрите, и такие, о, да классная книга, нужно же незамедлительно нести её в издательство. Вот, становиться настоящим профессиональным писателем. Это вот как вариант. Как бы второй такой способ. Как ещё можно бороться с боязнью чистого листа? Можно просто, например, взять и этот чистый белый лист изгадить. То есть, если вам удобнее писать на бумаге, вы можете там какую-нибудь рожу нарисовать или ещё что-нибудь, и тогда этот чистый белый лист перестанет казаться вам таким идеальным, таким девственным, таким чистым и таким белым. И после этого будет легче. Если вы пишете, допустим, на компьютере, вы можете просто там написать сначала какой-нибудь чуши, абсолютно любой ерунды, и как бы расписались, расписались, и потом начали писать что-то стоящее. Собственно, так же ведь делают и певцы, спортсмены. Они же не начинают сразу же записывать всё на чистовик. Сначала подготовительная работа идёт. Какая-то разминка. Вот. Вы можете сделать точно так же. Сначала как бы размяться. Следующая причина, которая может вам помешать начать писать, это лень. И на самом деле, если вам просто тупо лень что-то начинать, в таком случае не стоит. На самом деле, просто не нужно тогда даже и начинать. Вот. Собственно, и всё. И сейчас я вам расскажу, как начал писать я. Вот. Возможно, мой пример вам чем-то поможет. Тоже сомнительно, конечно. Вот. Конечно, гораздо лучше, если бы вам об этом рассказал Стивен Кинг или Джордж Мартин. Они, кстати, об этом рассказывают в своих книжках. Ссылки в описании не будет, потому что мне не хочется писать описание и тратить на это время. Поэтому я расскажу про себя. Вот. У меня дело было так. Однажды я участвовал в одном рисовальном конкурсе. И, естественно, я не выиграл в нём. И подумал, что неплохо бы поучаствовать в нём на следующий год. А для этого мне нужно было прокачать такой навык, как знание анатомии и что-то типа динамической анатомии. То есть, когда человек запечатлён в каком-то движении. Вот. Для этого я решил делать наброски разных движущихся человечков. Но поскольку это просто так делать скучно, я решил нарисовать комикс. Когда я стал рисовать комикс, я понял, что комикс рисовать просто так неинтересно. Интереснее, когда в нём есть сюжет, действующие лица, персонажи, в общем, что-то в нём происходит, они что-то говорят. Я стал его рисовать, этот комикс. И обнаружилось, что я очень люблю диалоги. И мне очень сильно не хватает места в этих баллонах, в которых диалоги в комиксах пишутся. И я попробовал написать это всё в Варде. То есть, у меня была страница, там, где что-то происходит. Я начал писать эти сцены в виде текста. Потом прочитал и подумал, а у меня же прикольно получается. Я явно очень невероятно талантлив. Конечно, я вам не буду это доказывать. Потом, когда-нибудь, когда мою книгу издадут, или я её выложу на просторах интернета, тогда вы сможете убедиться. Ну, или убедиться в том, что я не талантлив. Это не важно. То есть, у меня это происходило так. И вы можете поступить примерно таким же образом. То есть, сначала, например, нарисовать картиночки, самые примитивные, самые простые, с такими человечками, там, типа... Ну, там, кружочек – это голова, палочка – это тело, и такие ещё палочки – это ручки, ножки. И просто диалоги, и всё. Этого вполне достаточно. Или, там, например, хотите какой-то общий план дать? Просто там поле, на нём деревца, солнце там садится или восходит – неважно. Потом вам будет гораздо проще. Если речь идёт о художественной литературе. Ну и, собственно, надеюсь, то, что я вам сейчас рассказал, было полезно. То есть, подытожим. Вы хотите написать книгу, но не знаете, как начать. Есть субъективные причины. Это субъективно – вы вам лень, или вы не знаете, о чём писать, и так далее. Вы с ними как-то разбираетесь. То есть, мотивируете себя, если вам лень. Допустим, думаете о том, что вот напишу книжку, и после этого съем пиццу. Ну, если вы любите пиццу, а если нет, то нет. Или, допустим, как вы ещё можете себя замотивировать. Понятия не имею. Или у вас субъективная причина в том, что вы, например, хотите написать книгу про Великую Отечественную войну, но вы о ней ничего не знаете. Вы собираете материал. Читаете там какие-нибудь записки, дневники фронтовиков, читаете какие-то документы и так далее. У вас есть материал, вы начинаете писать. Или у вас страх критики. Тогда вы просто думаете, я пишу для себя. Кстати, если у вас получилась полная параша, которая вам самим не нравится, вы это действительно потом никуда не выкладываете, и никто не проиграл. Потом есть ещё такая причина, что вы думаете, я ничего не могу написать оригинального, всё уже написано, литература существует многие тысяча-ча-ча-ча-летия. Вот. И как бы написать ничего оригинального нельзя. Как с этим бороться? Ну, действительно, наборы сюжетов, драматических ситуаций, какие-то архетипы персонажей, они более-менее стабильны, и действительно новых практически не появляется. Особенно если речь идёт о жанровой литературе. Литерату-ре. Но, тем не менее, новые интересные книжки появляются. Если вы, например, возьмёте и прочтёте Гомера, то, возможно, вы его даже и не сможете осилить, вам будет не сильно интересно читать про то, как там, допустим, на тысяче страниц гигзаметром описывается, как какой-нибудь пышнопоножный Одиссей, вонзил, там, лезвие своего копья, кому-то, допустим, в рот отрезал кусок языка, или там кому-то дали по задылку, выскочили глаза и покатились в пыли. Вот, возможно, вам это будет не очень интересно читать, поскольку вы любите читать о чём-то другом. Но, тем не менее, есть, допустим, какие-то современные фильмы, у которых та же самая сюжетная схема, что и в «Илиаде», и вам будет интересно смотреть, потому что ту же самую историю рассказали по-новому. То есть, вот, не бойтесь быть неоригинальным. На самом деле, всё то, что кому-то кажется оригинальным, оно чаще всего кажется, потому что кто-то взял что-то старое и просто это дополнил, то есть, как бы, сделал с Блэк Джеком и шлюхами. Либо потому что кто-то рассказал ту же самую историю и преподнёс её аудитории. Но эта аудитория не была знакома с предыдущими вариантами этой истории. Они просто, как бы, не знают о том, что это уже не... ну, банально. Вот. И, как я уже говорил, существуют объективные причины. То есть, например, вы хотите написать, но у вас нету под рукой ручки бумаги, нету телефона, там, с диктофоном, куда вы можете это надиктовать, нету компьютера, куда вы можете записать. И с объективными причинами вы всегда думаете, как бороться. То есть, вы можете где-то раздобыть пищу и материалы, купить компьютер там или одолжить у друга. Ну, как-то, в общем, с этим бороться. Либо, например, у вас мало времени, там, то вы просто должны придумать, как раздобыть это время. Там, допустим, вместо того, чтобы в очередной раз посмотреть серию какого-то интересного сериала, вы садитесь и пишите. Или там, вместо компьютерной игры. Или, например, вместо ещё чего-то, от чего вы можете отказаться. Вот. Ну и, судя по плачу, которая раздаётся на заднем фоне, мне нужно завязывать. И так я уже наговорил на 15 минут. Итак, ребята, всем пока. Динозаврик мой тоже с вами прощает. Смотрите, какой он красивый. Он вам говорит, будьте няшами и слушайте металл. Всё. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!